Всем привет! Я все-таки дотянулся до компьютера и выполнил то, что обещал. И, я думаю, многим нужно все-таки разобраться, как летать и как пользоваться летной программой Аксессуар. Программа предназначена для пилотов, парапланеристов, дельтапланеристов, планеристов. Очень удобная, полезная. Я не знаю, почему еще многие на ней не летают. Аксессуар очень активно развивается, сама программа, поэтому ношенство изменений в ней появляется немножко быстрее и раньше. Ну, какая из них лучше или хуже, это отдельная история сегодня о программе Аксессуар. Как пользоваться ей, как летать, какие данные, какая информация для нас нужна, какая нет. Ну, все, поехали дальше. Рассказывать о работе программы буду на версии Аксессуара 6.7.1. Я установил себе на Windows 7. Ну, программу можно установить практически на все платформы, которые существуют. Такие, как Android, Windows C, Windows Mobile. Даже есть возможность установить на платформу фирмы Apple. Ну что, продолжим. Я сейчас покажу, на каком сайте можно скачать ее. Это аксессуар.org. Зайду на главную страничку. Вполне читабельный, эскетичный сайт, на котором все понятно, в принципе, и объяснено. Здесь перечислены справа платформы. Страничка закрыта. Вот Linux, Android, PC, Windows Mobile. Ну и под обычный Windows. Вот этот раздел, это идет раздел, где можно скачать. Многие спрашивают, где взять карты, где взять точки для использования этой летной программы. Карты здесь создаются очень просто. Удобно самому создать свою карту. Есть закладочка, называется Map Generation. Ну и там, назовите там какой-нибудь год. Потому что карты они обновляют, создают новые обновления, возможности, т.д. То есть я все карты, которые создаю, генерирую, подписываю временем, годом или привязываю к каким-то соревнованиям. Здесь вписывайте свой адрес. Дальше. Здесь есть закладочки. Использовать поддержку уже установленных точек. То есть эта карта будет предустановленными точками уже какими-то, которые посчитали, что они обязательны. То есть чаще всего оказывается это населенные пункты, какие-то важные пересечения, названия рек, и я рекомендую ставить ее. Дальше вторая закладочка, Hide Resolution. Высокое разрешение рельефа. Рекомендую поставить. Практически сейчас нет приборов, которые физически не могут просчитать высокое разрешение. Так. Выбираем вручной выбор карты. Это очень легко. Здесь подстроен плагин Google Map. И допустим выбираем. То есть в данном случае я хочу сделать карту Carpath. То есть можно, конечно, всю Украину взять. То есть что для этого нужно? Вам нужно зажать Ctrl и мышкой перевести, выбрать тот район, который вас интересует. Я не буду сильно присматриваться. Я просто возьму приблизительно вот этот район, выделю, который меня устраивает. Автоматически все сделается. И нажимаете кнопку генерации. Понятно? Вот. У нас, кстати, обновилось. Обратите внимание. Вот. Можно уже загружать карту. Весить она, видите, мы взяли очень большой кусок и она ставит 8,5 метра. Но я буду использовать ту карту, которую я использовал на соревнованиях. Так. Вот она у нас запущенная. Давайте начнем знакомиться. У программы сразу есть два основных режима, которые разделяют программу на летную и нелетную. То есть Fly это полет в реальном времени, то есть это будет записываться трек, это будут работать все надстройки, функции, leaf track, соответственно, все, что вам нужно именно для реальных полетов. И режим симуляции. И в режиме Fly и режиме симуляции можно создавать настройки, изменять их. Я буду показывать на режиме симуляции. То есть начинаем, потому что у меня GPS датчика нету, подключено к компьютеру. И бегать с ним по району, показывать, как работать я не смогу физически. Поэтому начинаем самое основное. Вот, кстати, вот то, что я изменил, видите, создал несколько профилей. Сергей, да, и стандартный регистр. Но так как в прошлый раз на вебинаре мы создавали настройки, я подгружу его же. Вот, обратите внимание. Если вы не измените этот файл, да, файл профиля, то у вас не появится вот эта вот строчка, где вы выбираете, под каким профилем загружаться. Ну, я выбираю стандартный. То есть вы запустили программу всего с самого первого начальника. То есть если вы дружите с английским языком, то проблем вообще нету. То есть практически сразу начинаете использовать, да, и настраивать. Если вы хотите изменить язык, это вполне возможно. Два раза кликаете в правом углу, нижнем, да, или просто по экрану два раза быстро. И у вас появляются кнопки управления. Nav, Display, Configuration, Info. Все основные настройки находятся под кнопкой конфигурации. Кликаем ее. У вас появляется 1, 3, то есть первая закладка. Нужно кликнуть второй раз, 2, 3. Вот, обратите внимание, вот здесь. И у вас появится кнопочка System. Нажимаем System. И здесь основной список всех настроек, которые можно сделать в этой программе. Чтобы поменять язык, нам нужно зайти в закладку Look. Просмотр. И выбрать первую закладку Language. Выбираем русский язык. Не знаю, украинский здесь есть или нет. Да, да, кстати. Вполне можно и украинский выбрать. Ну, так уж сложилось, что я большей частью времени говорю на русском. Закрываем, закрываем. У вас, скорее всего, на телефоне или на планшете, или на чем, попросят перезагрузить. Вы перезагружаете, и у вас все настройки подтверждаются. То есть, когда второй раз кликните, у вас уже появятся все настройки на русском языке. Или на украинском, в зависимости от того, как вы выберете. Ну что, поехали. Постараюсь очень кратко, быстро объяснить, что самое главное, где находится. Заходим в настройки, 2, 3 закладка, в систему. И начинаем с самого первого. Это выбираем карту, которой мы будем пользоваться. Которую мы сгенерировали и сохранили в папке самой программы. А назвали мы Карпатый. Да, вот выбираем, подтверждаем. Путь, который отверху прописан, у вас будет прописан, исходя из той платформы, да, того устройства, которым вы пользуетесь. Сразу добавлю, здесь есть галочка эксперт, я ее ставлю. Для чего? Для того, что есть какие-то настройки, которые мне бы хотелось отрегулировать. Это, возможно, шрифт, там еще что-то. Поэтому эксперт, можете поставить галочку. Но если вы боитесь что-то испортить и сделать не так, ну, можете ее не ставить. Хотя, сразу скажу, всегда откатить программу можно переустановив или же удалив файл профиля, да, в папке самой программы. Программа сама автоматически создает файл профиля. И если его нету в самой программе, у вас программа обнуляется и настройки приходят к заводскому, заводским настройкам. Так, поехали. Выбираем путевые точки. Выбираю Карпату. Да, дальше здесь еще есть возможность выбрать еще точку. Да, ну, я не буду выбирать точки Крыма, потому что будут сейчас перегружать. Позволяет несколько сразу файлов точка выбрать. Позволяет выбрать воздушное пространство Airspace. Бывает, часто летают на моторах, свободным, да, рядом находятся города, какие-то аэропорты, закрытые зоны. Очень полезно. В последнее время на серьезных соревнованиях крупных, где есть рядом закрытые зоны полета, то есть организаторы выдают точки ограничения. Это очень полезно. Программа помогает не залетать в них. Соответственно, вас не штрафуют, не отбирают очки. Ну и как бы безопаснее летать. Дальше поехали. Следующая закладка. Вот листаем стрелочкой. Ориентация. Мне нравится ориентация на север. Ну, я знаю, Костик выбирает ориентацию по треку. Масштаб спирали оставляем включенный. Так, позиция. Вот закладочка Glide Position относительно карты 20%. То есть ваш планер будет находиться вот где-то вот здесь. Это оптимально. Не будет загромождать с собой экран. И в то же время очень хорошо его видно. Масштаб Distance я ставлю 20 километров. Distance Zoom оставляю включенным. Давайте пройдемся по настройкам быстрым. Флором оповещения отключаем. Длина следа оставляем короткий. Почему? Потому что если вы будете летать в одном месте долгое время, длинный трек, который останется за вашим планером, изрисует рельеф. Всю карту будет читабельность минимальная. Вот. Учитывать снос. Оставляем включенным. Рекомендую эту функцию оставлять. Особенно если вы летаете на равнине. Почему? Потому что на равнине, если будет присутствовать фоновый ветер, то потоки, которые будут стационарны, или наоборот будут не привязаны к рельефу, будут перемещаться вместе с воздушным потоком, эта программа будет учитывать. Единственное, что сразу скажу. В полете в горах, в штилевых условиях, когда сильные потоки, надо правильно понимать, как она будет работать, чтобы не вести себя в заблуждение. Это мы объясним чуть дальше. Едем дальше. Формат метки. Оставляю полное имя. Если у вас небольшой прибор и мало места на экране, можно выбрать три буквы первые, первые пять букв. Я вставлю полное имя, потому что экран большой у меня на Samsung S3. Вполне читабельно и хорошо видно. Плюс воздухе можно вручную всегда отключить через меню настройки отображения. То есть отображать только путевые точки, которые вы забили в своем таске, задании. Дальше. Что у нас идет? Вот, кстати, здесь отображение все. Можно поставить отображать все. А на старте или в воздухе вы можете сами выбирать, какую информацию вам будут отображать. Я это покажу. Листаем. Показывает ландшафт. Пускай будут включены, но рекомендую, когда будете летать, отключать. Если прямо уж вам не надо изучить. Почему? Потому что читабельность будет немножко хуже. На белом экране или на чисто черном читабельности информация с экрана будет лучше. Ландшафт. Здесь вы можете выбрать себе рассветку ландшафта. То есть можно выбрать какой-нибудь яркий. Вот такой вот видите, как здесь нарисовано. Ух, такой красно-зеленый, очень контрастный. Но я не люблю сильно пользоваться рельефом. Я им пользуюсь только, когда ставится задание. То есть анализирую перед самим полетом. Иногда бывает, включая в воздухе, почему бывают такие спорные моменты, как вот по изменившейся погоде, как лучше пролететь отрезок задания. Тогда включаю, как бы быстренько посмотрел. Рекомендую поиграться перед полетом. То есть поиграться, вот есть возможность на компьютере, то есть с прибором в режиме симуляции, с настройками, чтобы вы уверенно быстро могли переключиться. Так, отображение тени. Очень полезная штука. В ЛКшке нет этой возможности. У них только привязано к направлению ветра. Здесь появилось, можно выбрать отображение тени от рельефа фиксировано. Можно выбрать солнце и ветер. Если вы летаете в горах и там летаете в динамике, ну может быть имеет смысл выставить ветер. Это полезно будет. Теневая сторона рельефа, это означает будет роторная часть склона. Если оставить солнечное, мне нравится она солнечная. Почему? Потому что даже если вы летаете на равнине, то рельеф не ярко выраженный. Будет лучше видно на карте. Вот тогда можно карту рельеф включать и понятнее, допустим, на большой высоте, ну как лучше спланировать свой полет. Но это опять же дополнительный бонус, который на самом деле не компенсирует опыт и навык пилота. Контраст, ландшафт. То есть вы можете выбирать себе сами, как вы хотите, то есть как вам нравится. Хотите ярче, хотите бледнее. То есть это дело вкуса. Появилась новая функция контур. Ну, если ее поставить, появится четко таким серым цветом обрисован перепад высоты. Загромождает карту, читабельность немножко становится хуже. Мне не нравится. Дальше переходим на безопасность. Вот здесь, кстати, настройка. Высота над рельефом. Это высота, над которую программа будет вас проводить над рельефом. То есть если ваш маршрут будет пролегать через горную местность, какой-нибудь хребет топологически, то программа будет по умолчанию считать, что если вы пролетаете меньше 150 метров над рельефом, то вас будут предждать, что вы не перелетите. То есть это для безопасности специальное дело. Но когда вы идете на последнем глайде, на финиш, можете это учесть. То есть если вы видите, что у вас хороший глайд, хороший запас высоты, то есть вы можете знать о том, что у вас есть плюс 150 метров. Так, дальше. Вы можете затупить свою поляру. То есть сделать здесь вот поляр деградация. То есть сделать качество хуже. Ну, можно выбрать, допустим, да, там... То есть я летаю на ЕНД классе. То есть выбрать ЕНД и сделать там деградацию 5%. То есть чтобы гарантированно там долетать до финиша. Блокировать... Вот следующая настройка. Блокировать Speed to Fly. Пускай она останется вот отключенной. Это очень хорошая настройка. Мы ее включим. Это рекомендация по полету. С какой скоростью рекомендовать будет вам лететь прибор. Исходя из вашей поляры, да, соответственно, с вашего глада, скорости, то есть воздушной. То есть иногда ветер меняется незначительно. Иногда там встречный, боковой. Программа пересчитывает, рекомендует где-то ускориться, где-то лететь более медленно. Для того, чтобы у вас максимальное качество было полета. То есть максимальная дальность, да, и максимально лучший глад. Полезно это учитывать. Но только в том случае, если вы выставили правильную свою поляру. А ее надо настраивать или опытным путем, ну или скачать с сайта производителя, если он его дает. Так, использование барометрической высоты. Я рекомендую отключить ее. Почему? Потому что если вы будете летать с барометрической высотой, у вас высота будет корректироваться по барометру. Ну, по крайней мере, если у вас бародатчик есть на вашем приборе. Для барометрических измерений у нас есть прекрасный авариометр. Он хорошо работает, так что отключаем ее. И пускай она нам не мешает. Дальше. Расчет глайда. Выставляем 15 секунд, так что мы на параплане летаем. Скорость небольшая, поэтому пускай считает быстрее. Так. Дальше. Расчет ветра. Спираль ставим. Расчет ветра по датчику отключаем. Так. Листаем дальше. Так. Ну, смотрите. Термал ассистент. Рекомендую отключить его. Почему? Потому что у нас есть наша линия трека разноцветная, которая оставляет наш планер. Покрашенная красным, когда у нас скороподъемность. Или темными, темно-синим, когда у нас снижение. Поэтому там хорошо отображаются зоны подъема. Плюс у нас маркируется программой точки, где у нас находятся потоки стационарные, которые не меняются. Поэтому термал ассистент отключаю. То есть, ну, странная программа. А пока для меня непонятно. Может кто-то умеет. Дальше. Финал глайд бар. Оставляем, ставим в режим включить автоматически. Будет нам отображать финальный глайд. Рекомендация, да? То есть, оповещение. Когда будут оставаться последние, ну, последний долет. То есть, когда нам будет хватать, хватает долет. Вот так. Дальше. Эти настройки, как здесь, оставляем. Переключаем дальше. Режим Vario. Отображать скорость. Так. Высоту. Ставим включено. Макриди отключаю отображение. То есть, нам не перегружать экран. Так. Дальше пропускаем. Настройки скорости. Это по задаче. Ну, мы не будем трогать. Это для планиров. Так. Поворотные точки. Это по умолчанию настройки. Какие будут стартовые цилиндры. Точки финиша. И поворотные точки. Ну. Все равно. Вы в каждом задании будете менять вручную. То есть, хотите оставьте так. Хотите поменяйте. Вот. Дальше поехали. Рекомендую. Время показа меню не менять. 16 секунд. То есть, он автоматически у вас снимается. Язык мы уже поставили. Стиль текста. Вы можете оставить стандартный, который прописан в программе. Или же привязать его к системе, клавиатуре и так далее. То есть, ну, я рекомендую оставить стандартно. Почему? Потому что со шрифтами у них часто бывают баги какие-нибудь. Так. Разметка окна. Это скрины. То, как мы будем видеть саму программу. Здесь очень интересная штука. Полезная. Здесь очень много разных настроек. То есть, отображение 8, 9 окошечков. То есть, значений на экране. И расположение. То есть, вверху, внизу. Там горизонтально, ландшафтно. Я пользуюсь, вот, пока что, вот, самым верхним, восьмерочкой. Единственное, что я... Изменить Inverse InfoBox. Я ставлю включенный. То есть, у нас белые поля. Сейчас вам покажу. Вот здесь стандартно белые. То есть, если в этом настройке поставить, да. То становится черным, как здесь. Вот, сейчас покажу. Так, настройки, система. Вот. То есть, сделать инверсию цвета боксов информационных. Я ставлю черный. То есть, мне на черном лучше читается. То есть, для моих глаз легче. Кому-то нравится светлое. То есть, дело такое. Здесь цветная информация в боксах информационных. Это когда у вас изменяются цифры. Какие-то более высокие показатели. То есть, нестандартные. Они начинают меняться цвет. То есть, обычно белым. Если что-то меняется, то или красным, или зеленым. Ярким становится. Тоже полезная функция. Хорошо читается. Дальше едем. Вот это вот полезная вещь. Страничка. Создание своих страниц. Отображение. Оно спорное. На любителях. Кто как любит. Кому как нравится. Но для соревнований рекомендую. Обязательно сделать страничку старта. Как это сделать. То есть, вы можете добавить. У вас появляется новая закладка. Новая страничка. И вы здесь выбираете из той предустановки, из тех, которые вы себе сделали. Я выбрал AUX2. То есть, это подключаемая страничка. Ее переименовал в старт. Вот у нас уже сделано. Сейчас это удалю. Вот она у нас сделана. Старт. Выбрал старт. Сделал долет. Переход. Спираль. И режим автоматического отображения информации. Листаем дальше. Вот здесь закладочки. Самих инфобоксов. Где мы можем настраивать их и делать. То есть, вот первая AUX. То есть, я их сделал стартовым. Кстати, здесь на строчке есть. Использовать финальный Glide Mode. То есть, когда вы будете долетать до финиша. Автоматически программа будет вас предупреждать. Что вы можете пролететь там предпоследней точке на одном глади. И спокойно долететь до финиша. Вот так что ставим ее включенным. Давайте посмотрим по настройке, допустим, спирали. Что у нас интересно будет. Понятно, нас будет интересовать до постоянное. То есть, расстояние до следующей точки по заданию. Нас интересовать будет высота в абсолюте. Высота над рельефом. Также нас будет интересовать горизонтальная скорость. Вариометр. Очень хорошо работает вариометр с усоединением в 30 секунд. То есть, он показывает в вашем потоке. То есть, реально, как вы набираете. То есть, нету таких быстрых перепадов, рывков и погрешностей у цифрового вариометра от GPS. Так. Ну, можно добавить высоту, которую вы потеряли или набрали в потоке. Вот когда вы будете крутить. То есть, ну, это по аналогии коэффициент эффективности в наборе. Все эти данные вы можете сами себе менять. Здесь их очень легко менять. Вы выбираете себе и ставите то, что вам нужно. Рекомендую. Единственное, что сделать. Данные, связанные, допустим, с высотой, поставить с одной стороны. Данные, связанные со скоростью, с другой стороны. Вот. Так. Что же нам нужно для старта? Вот, мне кажется, полезная вещь для стартового цилиндра. Настройки. Ставим локальное время. Local Time. Так как у нас привязаны к GPS времени. То есть, ставим обязательно перед стартом проверить, чтобы у нас правильно отображался часовой пояс. Потому что многие забывают на старте проверить. Из-за этого программа неправильно вам посчитает, когда вам нужно стартовать. То есть, не вовремя откроет вам стартовое окно. Ну, это надо проверять. Время открытия стартового окна. Сколько осталось до открытия дальше. Сколько времени вам нужно, по сути, ожидать. То есть, сколько времени у вас есть достаточно дальше. И сколько времени вам нужно для того, чтобы долететь до стартового цилиндра, стартового окна. То есть, границы стартового цилиндра. Дальше. Вы можете поставить данные по высотам, усреднитель вариометра. Почему? Потому что вы пока будете набирать высоту, у вас есть там 20, час бывает до открытия стартовок на воздухе. Вы можете очень легко понять, какая средняя скороподъемность сегодня, по крайней мере, вот в это время. Пока вы будете набирать, вам будет понятно. Дальше полезно это высота над рельефом и абсолютная высота. Ну, как всегда. Еще раз скажу, вы можете менять себе здесь окна, то есть как вы захотите. То есть добавлять, убирать. Я сделал информационную панель для спирали, для перехода, на переходе, когда летишь. И долет данные. У нас так как есть мод долета, он автоматически нам будет включать данные, которые нам нужны для долета. А это наш глайд, высота, то есть требуемая высота, требуемый глайд. Ну, сейчас пойдем дальше посмотрим. Так, логер. Ну, в логере вы забиваете там свои какие-то данные. Шаг времени полета рекомендую ставить одну секунду. Шаг времени вращения, имеется в виду прорисовки карты, отображение информации. Тоже ставьте секунду. Чаще всего все приборы вполне легко и быстро обрабатывают без проблем. Так, автоматический логер обязательно включите, чтобы он был включен. Почему? Потому что как только вы будете стартовать, он будет записывать сразу трек. То есть если вы поставите вручную, вы можете забыть, включить запись трека. И весь летный день может пойти коту под хвост. Так, ваш идентификационный номер. Ну, вы можете его записать, потому что некоторые программы, там, GPS-дампы, они могут сразу идентифицировать ваш трек, привязывать к вашему логу, к вашему данным фаи, там, да, или в каком-то соревновании. Дальше поехали. Предустановка европейские. Вот здесь, кстати, внизу можно редактировать. Это единицы измерения, в каких, в каком формате будут отображаться координаты. То есть UTM, то есть обычная, там, шкала, да. Ну, то есть чаще всего сейчас пользуются DDD или UTM. Вот, дальше листаем следующее. Часовой пояс. Это в зависимости от того, где вы находитесь. Обязательно проверяйте это. Использовать GPS-время. Используйте обязательно GPS-время. Потому что, ну, у вас треки принимаются на соревнования, и это самое главное. Потому что, если на вашем телефоне неправильно стоит время, трек может неправильно перезаписаться. Так, дальше поехали. Здесь установки трекинга. То есть, стоит доступ к серверу LeafTrack и Skyline. То есть, если у вас есть аккаунты, вы можете вбить свои данные и прекрасно пользоваться, летать. То есть, если вы есть подключение на телефоне к интернету, GSM, какой-нибудь интернет подключение, или там 3G, то вы в онлайне можете записывать свой трек. Здесь также функция там по безопасности. Рекомендую ей пользоваться. То есть, оповещение. Но это отдельная история. Ну вот, мы ознакомились с основными настройками программы. Или еще предварительными, я бы так сказал. В следующем видео мы разберемся с постановкой задач, разбор полета, исходя из записанного летного трека. По нему же постараемся разобраться с летными полями информация, которая нам будет нужна и полезна. Возможно, кто-то что-то узнает новое. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь. Мне будет очень приятно, что если кому-то это видео поможет. Всем спасибо, до свидания, пока.